Мир вам, дорогие зрители! Я хочу представить вам книгу нашего современника, афонского подвижника Симона Бескровного. Об удивительной судьбе этого человека можно прочитать в его замечательной автобиографической книге, которая называется «Птица небесная». Я же буду говорить о третьем сборнике его поэзии, которая называется «Единственный мой Бог». Поэзии чистой, светлой, как прозрачный воздух горнего мира. Но вначале я скажу, с чем эта книга принципиально отличается от других книг духовной поэзии. Есть множество замечательных сборников стихов, где авторы передают свой душевный, чувственный опыт переживания Бога. Эти стихи похожи на прекрасную классическую музыку. Но эта музыка еще далека от церковной гимнографии. А вот стихи старца Симона, они, пожалуй, ближе к поэзии Псалтири, к гимнам Симеона Нового Богослова, к той высокой богословской поэзии, где уже не сколько человек проговаривает себя Богу, сколько Дух Святой раскрывает себя человеку через его собственное сердце. Поэтому поэзию отца Симона можно смело отнести к одной из граней церковной традиции, предания, облащенного в стихотворную рифму. У нас очень много трудов, святых отцов, учителей церкви, написанных прозой. Но лишь единицы святых отцов выражали свой духовный опыт с помощью стихов. Именно это и делает поэзию старца Симона уникальным явлением в современном духовном творчестве. Отец Симон практически всю свою жизнь провел на горных вершинах мира. Ученик старца Кирилла Павлова, он прожил долгие годы на горах Кавказа, застав там еще последних глинских старцев. Далее Афон. Вся жизнь этого удивительного человека катилась как колесо, лишь одной малой частью касаясь земли, а умом, сердцем, душой пребывая на небе. Притом не только в образном, но и в прямом значении этого слова. Старец Симон – это человек мира Христа, это человек тишины, это человек молитвы. Вот как он сам пишет об этом в своих стихах. Соткана моя тишина из небесного синего льна, из цветов, расцветающих скромно, из кельи, стоящих укромно, из трав наклоненных от роз, из тихих задумчивых слез, из светлых над соснами скал, из молчания, которым я стал, из души, что ушла в синеву, из Бога, которым живу. Читая книгу Старца, каким-то удивительным образом начинаешь входить в духовное состояние автора, начинаешь чувствовать его себе мир, его любовь к Богу, ко всему творению. И энергия этой всеобъемлющей любви, входя в душу и сердце читателей, уже начинает для нас самих согревать своим теплом и небесным миром. От слова «родной» дрожит вселенная, от слова «любимый» время течет вспять. Господи, даже эта оболочка тленная тоже хочет Тебя обнять. И то, во что ты вложил сознание, то, чему пору лишь кается, и скорбить, даже это крохотное создание сердце тоже хочет Тобой владеть. Поэтическое творчество Ермонаха Симона гармонично с его глубочайшей целеустремленностью души к небесному горнему миру. Его поэзия – это молитва, его молитва – это жизнь, его жизнь – это высшая поэзия, высшая поэзия человеческого духа, всецело откликнувшаяся на призыв вечной жизни, духовной свободы во Христе. Молитвой наполнен вдох и выдох, и каждая полночная звезда все понимать, все чувствовать и видеть сквозь тему времен, к Тебе стремясь всегда. И знать, что каждый всплеск вселенского движения в Тебя влюблен до головокружения, и только думой в жажде воскресения с Тобой поистине соединен до полного самозабвения. Читая стихотворение из этой книги, начинаешь внутренним взором автора воспринимать красоту окружающего мира. Нам, людям, живущим в суете, среди информационного шума и лавины лжи и обмана, уже трудно в обыденном разглядеть дары Божьи. Для этого нужно суметь остановиться и подняться над вот этим миром суеты, влетив себя, отрувать глаза от земли и увидеть, как низкое солнце, сочувствуя мне, свернулось клубком и уснуло в окне. Из дальних краев тополиный листок в дверь залетел, примастился у ног. Из светлой доли, словно чья-то слеза, у краешки тучи повисла звезда. Из алых небес прилетел чей-то вздох, словно ангел вздохнул, а может быть, Бог. Опыт жизни, погруженной в суету мира, разительно отличается от опыта жизни, погруженной в тишину Бога. И старец умеет это выразить замечательным поэтическим прозрением. Куда бы ни ушла в лесу дорога, заброшенная в глушь и благодать, но тот, кто проходил по ней, однажды ее всегда сумеет отыскать. Пустыня мира тянется безбрежно, но тот, кто захотел ее узнать, остался в нем песчинки той пустыни, безостановочно, как проклятый считать. Путь монаха-отшельника сложен. Это не только внешний аскетизм, но и глубокое внутреннее борение. Духовный подвиг этих людей становится понятен лишь тем, кто идет за ними вслед тем же самым путем. Ирмонах Симон делится с нами своими духовными переживаниями, но одновременно он дает нам понять, что никакие скорби, никакие испытания на пути спасения не сравнятся с той благодатью, которую Бог дает тем, кто его любит. Стою, коленопреклоненный, молясь прозрачной тишине, твоим явлениям изумленный в моей бесплодной глубине. Твой голос в келье не был слышен, я заглушал его мечтой, а ты сходил, как облак, свыше стремясь беседовать со мной. Я возжигал лампады, свечи, и все же был так одинок. А нынче мне ответить нещем есть только плач и звездный вечер, и ты, единственный мой Бог. Много талантов вручил Господь этому удивительному человеку. И один из них, конечно же, писательский дар. Художественная проза, поэзия, афоризмы, духовное наставление, всем этим щедро делится с нами и романах Симон Бескровный. Нам же остается благодарить Бога за те дары, что он дал отцу Симону молиться за старца и пить благодатный духовный нектар его творчества сердцем и умом. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова